Я хочу на этом видео немножко рассказать про систему чтения недельных глав, паршиот, которые мы читаем. И в том числе, вот как это связано с тем, что у нас сейчас два адара и те четыре особые парши, которые мы будем скоро читать перед вторым адаром и потом в течение самого адара. Ну, во-первых, понятно, что так как суббот в течение года бывает разное количество, это зависит от нескольких факторов, как я сейчас расскажу, то, соответственно, приходится иногда какие-то парши недельные главы читать вместе, а какие-то отдельно, чтобы получилось в результате, чтобы начали в субботу после Симхоторе и закончили в следующей Симхоторе весь годовой цикл чтения. Значит, от чего это все зависит? Ну, во-первых, понятно, самый большой фактор здесь, это сколько будет адаров. Если на целый месяц больше в году, да, как в этом году у нас, как бы высокосный год, еврейский высокосный год, это лишний адар, целый лишний месяц. Обычно четыре лишние недели получается, четыре субботы. Значит, нужно какие-то четыре из пар глав, да, которые читают другие годы вместе, в этом году читать отдельно. Мы сейчас поговорим о том, какие это главы. Но есть еще другие факторы, есть еще два интересных фактора. Ну, во-первых, вообще любой год может иметь количество суббот, иногда на одну больше, на одну меньше, правильно? Потому что, в зависимости от того, с какого дня начался год, может быть, да, количество недель же не целое, и поэтому на субботу больше или меньше может быть. Но есть еще два дня в году, которые могут быть или не быть в нашем календаре. Вот, как вы знаете, говорят, что человек, который родился 29 февраля, у него как бы нету дня рождения, три из четырех лет по нееврейскому календарю, так говорили. Ну, они, наверное, отмечают, может, 28 или, наоборот, 1 марта, я уж не знаю, как они поступают. Но, во всяком случае, 29 февраля не каждый год бывает. Так вот, по еврейскому календарю тоже бывают даты, которые не каждый год бывают. И дело в том, что у нас в среднем Луна обходит вокруг Земли примерно за 29,5 дней плюс несколько часов. Значит, получается, что в среднем у нас каждый второй месяц 29 дней, каждый второй месяц 30 дней. Да, потому что среднее количество, средний период Луны примерно 29,5. Значит, в среднем можно было бы каждый месяц сделать то 20 дней, то 30. Но иногда бывает чуть-чуть по-другому. Так вот, два месяца, которые выбрали в нашем году, которые могут иметь либо 29 дней, либо 30, выбрали месяцы, где как бы меньше всего происходит. Зимние месяцы, когда нет особенно праздников, только Ханука разве что. Потому что если выбрали какие-то месяцы, скажем, летом, которые иногда будут 20 дней, иногда 30, то будет более путаница будет. Будет никогда человек точно не сможет заранее, будет сложнее гораздо посчитать, если, скажем, попал Пурим на такой-то день, на какой день теперь будет, скажем, Суккот. Но сейчас у нас все вот месяцы от Пурима до следующего Суккота, все они четко заранее известно, сколько будет у них дней. Поэтому, зная, какой день, например, в этом году Пурим, в этом году Пурим в четверг будет, то мы знаем и когда будет Песах, и когда будет Шугот, и когда будет Рошешана, Йомки-Пур, Суккот. Все, что после Пурима до следующего Суккота, все у нас в эти месяцы всегда одинаковое количество дней, имеют либо 29 каждый год, либо 30 каждый год. Поэтому все числа у нас заранее обозначены. И только вот зимой, когда в любом случае почти ничего не происходит, вот там, зная, скажем, на какой день попадется Суккот, ты не знаешь все равно, когда будет Ханука. Зная, когда будет Ханука, ты не знаешь, когда будет Пурим. То есть вот зимой там происходит, в зависимости от того, какой это год, по-разному. Значит, какие бывают годы? Значит, выбрали, во-первых, два месяца, как я сказал, в которых меньше всего происходит, а именно выбрали месяц Мархешван и Кислев, чтобы они иногда были 29 дней, иногда 30. Значит, бывают три варианта. Либо Мархешван 29 дней, а Кислев 30. Такой год называется Кисидран, по порядку. То есть тогда каждый фермер месяц 29, каждый 30. Ведь Ишрея, он 30 дней, потом будет Мархешван 29, потом Кислев 30. Потом опять Тевет 29. И так вот по очереди. А если оба месяца Мархешвана Кислев по 20 дней и дней, такой год называется Хасер, что в нем не маленький, не хватающий. Тогда нету ни 30-го Кислева в таком году, ни 30-го Мархешвана. А бывает год наоборот, что оба месяца по 30 дней. Он называется Шалем, полный год. Так вот, в зависимости от того, получается, сколько есть дней лишних, то может быть больше суббот. Как мы видим, вот как раз Шалем в каких-то ситуациях играет роль в отношении как раз наших глав, которые мы будем читать. Сейчас ближайшие главы, это глава Ваякхель и Пикуды, будем через две недели читать. И вот они иногда читать вместе, иногда отдельно. И в том числе играет роль, если год Шалем или нет, как я чуть позже расскажу. Значит, получается, есть уже два фактора, мы упомянули. Во-первых, год высокосный или нет, если лишний месяц. Во-вторых, есть лишние дни в этих двух месяцах Мархешван и Кислев. Есть еще один очень важный фактор, на какие субботы попадают какие-то праздники. Ведь если праздник попадает на шаббат, то понятно, что в этот шаббат не читают недельную главу, а читают главу, которая относится к этому празднику. Поэтому получается, что в какие-то годы, если много праздников попадает на шаббат или холомоидов и так далее, то в результате будет, соответственно, меньше суббот, в которые можно читать обычные главы. Значит, нужно больше пар глав комбинировать, да, читать в одну субботу по две главы. А бывает, что в земле Израиля один вариант, а в Худславе с другой. Так, кстати, будет в этом году. То есть сразу после Песоха, у нас восьмой день Песоха падает на шаббат вне земли Израиля. А в Израиле нет восьмого дня Песоха. Там все праздники празднуют, конечно, один день. Значит, получается, что день после Песоха у них начинают следующую главу читать, а мы еще читаем главу Песоха, это восьмой день Песоха. Потом на следующую неделю мы, соответственно, начинаем эту главу читать, а они уже следующую главу читают. И так будет продолжаться до конца книги Бамидбар. И тогда произойдет следующее, что в конце книги Бамидбар последние две главы, значит, в Израиле они будут читаться отдельно, а мы будем читать их вместе. И тогда мы их догоним. Есть, возможно, вопросы, если человек путешествует из Израиля в Америку, и наоборот. Есть даже синагога некоторых. Специальное чтение для израильских евреев по субботам, в эти вот субботы между Песохом, получается, и почти девятым Ава, да, довольно-таки долго, несколько месяцев. Так вот, а в отношении того, когда главы Ваяххели Пикудей, последние две главы в книге Шимот будут соединяться, а когда нет. Вообще, заметьте, что в Брешит мы не соединяем никакие главы. Брешит всегда читают каждую главу отдельно. А вот в Шимот последние две главы иногда соединяются. Во-первых, каждый год, который высокосный, как этот, как два Адара, мы читаем отдельно все следующие четыре пары глав. То есть, обычно, главы, которые более-менее похожи, их читать либо вместе, либо отдельно, да, стараются соединять те главы, которые похожи. Ваяхели Пикудей, без сомнения, похожие главы о построении храма, и, соответственно, их соединяют почти все годы, когда год невысокосный, то есть, в году один Адар. Значит, четыре субботы нужно как-то соединить, и вот соединяют, соответственно, следующие четыре пары глав. Последние две главы книги Шимот, потом будут соединять еще три пары в книге Ваикра. А именно, соединяют Ахареймот и Кидо Шим, соединяют, последние две тоже соединяют, Бихар, Биху Котай, и также соединяются до этого Тазрия Мицора, тоже соединяются. Первая пара в книге Ваикра, которые соединяются, очень похожие главы Тазрия Мицора, оба занимаются проказными в основном, и разными, да, и разной плесенью, которая в доме может появиться на стенах. Так вот, у нас так сегодня устроена, значит, эта фиксированная система, что кроме ситуации, когда год высокосный, когда два Адара, мы, как я сказал, разделяем Ваикхелепикудей, еще разделяем Ваикхелепикудей в одной ситуации, а именно, если год обычный, один Адар, но он Шалем, то есть оба месяца, Ваикхелепикудей в длинной по 30 дней, и Рошашана падает на четверг. Вот такой ситуации, с лишней субботы, и приходится разделять вот эту пару глав. И, как вы знаете, есть особые четыре субботы, теперь ближайшие четыре, ну не самые, ближайшая суббота сейчас будет у нас еще Китиса, а потом будут главы Ваикхелепикудей в этом году, и потом еще особые субботы. Так вот, особые субботы, это суббота перед Адаром, или в сам первый Адар, если так падает, Шаббат. И потом субботы в сам Адар, в который читают особый мафтир, то есть последнего, кого вызывают, к другому свитку Торы вызывают, и особо считают отрывок. И потом особый хавтор. Получается, что хавторы в этих недельных главах, они зависят от того, какой это годы, очень много различий есть. То есть, в случае главы Ваикхель, во-первых, в самой главе там немножко разные хавторы, у Сефардима, у Хаббатников хавтора в одном месте книги Малахим, у Ашкинадима немножко в другом. Ну почти, там рядом, в самом случае, там похоже. Все связано с построением храма, так же, как недельная глава. Хавторы обычно выбирают похожую на недельную главу. Но, как правило, Ваикхель попадает на что-то из особых глав. Да, может в Высокосном году, как сейчас, попасть на главу Шикалима, это первая из ближайших, да, четырех особых глав. А если это не Высокосный год, наоборот, тогда может попасть на одну из глав в конце, да, это может быть пара, то есть глава, которую считают после Пурима. Да, ведь если бы в этом году не был бы Высокосный год, то мы бы уже Пурим пропраздновали, и глава после Пурима обычно это глава пара. Так вот, что это за четыре главы, раз я уже их упомянул? Значит, Шикалима, это глава, в которой упоминается про собирание шекелей, собирание дотаций, чтобы евреи... Как раз начало Китисам недавно, мы как раз эту главу, в эту неделю будем ее читать, как обычную недельную главу. Но так же ее читают, этот отрывок, начало этой главы, в связи с тем, что именно в Адар начинали собирать Шикалим, чтобы к Ниссану, к первому числу Ниссана, к первому числу первого месяца, были новые деньги, на которые будут покупать все, что требуется для храма в течение года. Потом перед Пуримом читают, конечно, про Амалека, Парша Цзухор, и, соответственно, авторок, где война с Амалеком упоминается, да, в книге Шмуэля. И эта Парша, Парша Цзухор, по некоторым мнениям, и Сторы нужно именно ее слушать, в смысле, что сама Тора требует, чтобы мы читали эту Паршу. Поэтому многие женщины тоже приходят, потому что есть мнение, что и женщины должны это слушать, и Сторы. Поэтому даже те женщины, которые обычно с Амалеком не ходят по субботам, занятые, там, семьей и так далее, все равно в эту субботу, вот, которая будет перед Пуримом, в ближайшую субботу перед Пуримом, в этом году у нас Пурим в четверг, значит, это будет через еще две субботы, вот, после той, которая будет Шикалим, потом будет обычная суббота, а потом суббота перед Пуримом. Вот, и это будет Паршет Цзухор, потом после Пурима читают Паршет Пара, обычно сразу после Пурима, иногда две недели проходит. И потом, сразу после этой субботы, будет Паршет Хаходаш. Значит, Паршет Пара, это про красную корову, потому что перед Ниссаном все очищались, а Паршет Хаходаш Азейлахам Рош Хадашим, это глава про то, что мы готовимся к первому дню первого месяца, и также, соответственно, Хафтора будет из Ехэскеля, где упоминаются первые месяцы, особые очищения тоже. Это немножко, понимаете, вот у нас симметричный же календарь, есть месяц Тишрея, есть месяц Ниссана, они в чем-то похожи, и вот так же, как в Тишрея, очищение, Йом-Кипур, так же что-то подобное, и Хэскель приводит по отношению к Ниссану, по отношению к храму, во всяком случае, видимо, когда будет инаугурация храма или во время третьего храма, какие-то специальные копары, специальные очищения, и чтобы все вам были чистыми, чтобы Всевышний нас принял, кинул, как говорится, на нас воду чистоты, как будет Хафтора в паре, да, тоже из Ехэскеля, кстати, главе про красную корову, там Хафтора тоже выбран из Ехэскеля, что Всевышний очистит нас, прыснет на нас чистой водой, чтобы Всевышний нас избавил из нашего изгнания, из нашей нечистоты, и чтобы поскорее пришло избавление. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк, и, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал.